Михаил Янков, город Ново-Воронеж. Генко или Ермолаев, как у вас там, Саша? Не знаю. Два клуба у вас там. А, там Воронеж, да. А вы далеко от него? Да. Не бывают у них там? Бывают, да, они там. Две письма. Какой у него стоит? Михаил, в 14-й. Михаил. Автор. Можно начинать? Сиди или стоя? Я попробую стоя, мне так удобно, чтобы потом выступать, чтобы мне не перестраиваться так неудобно. Говорят, в наши дни всякое бывает, Вроде ползать от них, и оно взрывает, Вроде бы давно висит, а потом стреляет, Мне в театре говорят, что так бывает. Вот у него машина, дом, а она не любит, А того, кто песни пел, сердце не забудет, Вроде бы должно забыть, а не забывает. Не в кино в жизни так бывает. Не в кино в жизни так бывает. Такие мысли в голове выпают. Если тебе по нраву мои песни, Мы до утра их будем петь, хоть тресни, От дырбы ведь порой взгляда нам хватает. Я знаю, я проверю, так бывает. Как здорово, что в жизни все бывает, На фоне пушки и птичка полетает. Я ярый поклонник плацкарных богов, Где люди толкутся со всех регионов, На сорок желудков закрыт туалет. Рок-н-роу-мир, а мы еще нет. Усталые тети в платках и лосинах, Голодные дети и кошки в корзинах, Непрезовые дяди, упавшие с полки, И юные леди, одеты сыпоки. Плоскатный вагон – это чудо природы, Объединившие наши народы. Уснул проводник, свет горит повсеместно, А нам хорошо и даже не тесно. А нам завтра с двух до четырех. Сегодня галл-концерт. Сегодня мы с вами должны Жестко совершенно отобрать Очень небольшое количество народу на конкурс. Так что авторов и грузите. Подождите, сколько человек надо вам На третий тур? Ты это имеешь ввиду? Да. Сколько? Мы посмотрим, что будет получаться. У нас есть там возможности. Мы где-то соберемся. Конечно. Вы как закончите? Я вас живу. Все? От Вика занимаетесь? Да. Вика скорбековна занимаетесь. Так. Чай, кофе. Пока я тут. Чай. 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 Все равно. Все, сейчас будет. Все сделаем. Ну чего? Мне кажется первую песню надо. Первую? Ага. Делали карушку, я на письме вылетаю. Как вы в одиноче. Как вы в этом? А можно вот я... Ну у меня песни короткие. Может быть можно у меня третью спеть? Сплой. Сплой ты можешь? Можно. Потому что это у меня как бы короткие формы. Но у меня есть у всех каких-то на двух листах. А я один. Какие-то три куплета спою. И мне уже говорят хватит. Слышишь только куплеты, только песни. А мы едем за два. Цирка. Два. Вот так. Ну вот я все что можно пытаюсь вырезать. Я жизнь отмерял. Семильными шагами шел. Не замечал травы растущей под ногами. Ну вот и стёк мой прорезкнул. И затерялось вдруг народом. Мне нужно отдохнуть немного. Не было в правом черту земной. Мне бы из плена бежать незамеченный. Небо разрезать крылом искалеченный. К чёрту победы. Задача здесь уже просто счастливых. Бегать по ушам на руке. Плавный проск. Денький проск. Пятилетку за три года. Есть цель. И вперёд. К реву не разбирая бродом. Остановился. Брат. Сбросит он. Пятилетка за три года. Да только что-то он имён за. Судьба причудливо смеётся. А тут бегая горизонт. А если б кто нам рассказал. Сказал, да я набрятливый поверью, Пока он жизни не обмерил. Ничто нашел, не потерял, Что смыслом вовсе не в деньгах. Не в параметрах моделей, А значит, что вдруг проведет один. С тобой и в праздник, и в делах, И веря в детскую мечту, Идти вперед и не сдаваться, Идти наверху и не сорваться, И в эту сторону и в другую. Ну что, все три одинаковые, Ты бы сам что хотел исполнить на третьем туре? Ну, вот так вот, я считаю, что самая такая песня, Где я вижу самый больший смысл заложен, Это всякое бывает. Вот так вот, я думаю. Плацкартный вагон, тоже песня хорошая, Но ее, ну как сказать, Эта песня, ее как бы, ну считают, как, Многие считают, она многим нравится. А эта песня больше такая моя личная. Вы смотрите, как вы считаете. Мне не все дорогие. Мы сделаем, как ты сказал. Тебе петь. 14 номер. 15-й бывает. Так точно. Вам вот она сразу больше понравится? Вам? Да. Да? Да. Она более простая и более сослышна, да? Вам спасибо большое. Заходите, товарищи. Я сам, не бар, но песню сочиняю, Как бы не обложил, Я, как сам, не обложил. Молодец. Молодец. Андрей Байков, Снежинск. Байков. Байков, Снежинск. Один. Ага. Ага. Половиночка песня. Половиночка, да? Половиночка, да. Давай. Восстание дует ветер, радуется под коня, А со мной смуглянка ехать держится вокруг меня. Позади Кавказы, лишь что свистели надо мной. Я добыл ее в ауле, Ту, что станет мне женой. Я добыл ее в ауле, Ту, что станет мне женой. Боя в чернаре, синица длинный, Смотрит, лиза понятая. Ох, и гарная девчина, Сразу видно, что моя. Боя в чернаре, синица длинный, Смотрит, радость не тая. Горы, поля, половина, Половиночка моя. Горы, поля, половина, Половиночка моя. Я ведь лишь наполовину дождь седых кавказских гор Мой отец бесстрашный воин с гор спускался на войну Между те рекам и донам он добыл себе жену Между те рекам и донам он добыл себе жену Мороль в черной семье феналены смотрит вызов, понятная алкогарная девчина Сразу видно, что моя мороль черная весница длинная смотрит радость не тая Горы, поля, половина, половиночка моя Горы, поля, половина, половиночка моя За зимой катилось, лето падал, снег не слазь, гроза От заката до света снились мне твои глаза И гулял казак по дому словно тело без души Взял он девичьи ладони и почувствовал, что жив Взял он девичьи ладони и почувствовал, что жив Мороль в черной семье феналены смотрит вызов, понятная алкогарная девчина Сразу видно, что моя мороль черная весница длинная смотрит радость не тая Горы, поля, половина, половиночка моя Горы, поля, половина, половиночка моя Горы, поля, половина, половиночка моя Ну а что вы так быстро играете? Быстро, да? Конечно, ты что? Еще. Еще два раза медленнее. Вот давай еще, два раза медленнее. Давай, полкублета. Еще медленнее. Нет, чуть-чуть быстрее. И сразу поиск, вовесь голос. Постепи гуляет ветер. Что сказать? Постепи гуляет ветер. Постепи гуляет ветер. Ты же мужик. Понимаешь, да? Постепи гуляет ветер. С улыбкой. Козак. Давай. Постепи гуляет ветер. Радогоноса под коня. Не торопись. Мудленка едет, держит за руку меня. Все, все, стой. Понимаешь, да? Это вот, это же... Мощь должна быть. Мощь. Чтобы все боялись. Так. Ну что, Валентин Иванович, вторая песня? Давай вторую. Какая песня? Весна пророчица. Защитника Отечества. Весна пророчица. Вечером на свидание Нес я тебе цветы. Буду два года в армии Ждать обещала ты. Будет весна пророчица Над головой кружить. Как же любить нам хочется. Как же любить нам хочется. Хочется, братцы, жить. Будет весна пророчица Над головой кружить. Как же любить нам хочется. Хочется, братцы, жить. На боевом задании Шли мы среди огня. Весна пророчица Будет весна пророчица Над головой кружить. Как же любить нам хочется. Хочется, братцы, жить. Ну и чего-то на свидание Ты мне несешь цветы. Там, где воздвигли памятники Их опускаешь ты. Будет весна пророчица Над головой кружить. Как же любить нам хочется. Хочется, братцы, жить. Будет весна пророчица Над головой кружить. Как же любить нам хочется. Хочется, братцы, жить. Молодец. Сам писал? Да. Ему-то по словам. Ваня был? Ваня был? Нет. В армии не служил? Лейтенанты я запаса. Ну, военные коферы. Хорошо. Ну что, Ваня? Ты сам бы какую-то... Ты сам бы какую спел на третьем туре из этих двух? Да я вот даже не знаю. Мне вот весна пророчица. Она, мне кажется, больше серьезная. Чуть весна очень грустная. Ну она грустная, наверное. Но песня очень сильная. Молодец. Так, чтобы людям половиночку, она как-то повеселее. Половиночка, да. Да, Вальдерман. Давайте ловим. Это у нас Боряков Андрей. Снежинский. Снежинский. Это номер один. Тебе пригодится. Половиночка. Половиночка. Здравствуйте. Серго Деев. Я вот сейчас... Там он там записался, а вот еще нет его, скорее всего. Может быть, есть? Нет. Серго Деев. Да, у меня вот текст вот один, наверное, второй я донесу, может быть, если понравится. Серго Деев. Ну, там вот написано, что зовут Илья. Илья. Слово музык твои, да? Слово музык твои, да? Слово музык твои, да? Да. Последние глава? Ну да. Слово музык твои. Слово музык. Это мой шанс начать всё сначала Это мой день, и он озарён Снег быть нашим чином, где твоё жало Его больше нет, я горел И тьмы, и злой, и злая, выболзаю на дверь Ты не шаги, и я волна Двигует путь моя душа, за всё скажу я слова Мои последние слова, моя последняя глава Это мой путь к твою обеты За собой в день, и я ночью и днём Отпокажи мне свою победу Её больше нет, ты побеждёшь Из роскоши и из добра, я выболзаю на дверь Ты не шаги, и я волна Двигует путь моя душа, за всё скажу я слова Мои последние слова, моя последняя глава Я нести из воли, и злая, выболзаю на дверь Ты не шаги, и я волна Ты не шаги, и я волна Ты не шаги, и я волна Мои последние слова, моя последняя глава но тебе самому как исполняется во всех вариантов легко и не спотыкаешься по тексту вот например ну я просто не стал цепь там то что . она отличается что там и из добра не спотыкается в смысле по словам по тексту сейчас послушать из тьмы из боли и зла как ты произносишь мешает тебе и из зла можно то есть мы из боли и зла ну а в этом смысле мне строку может быть до и зла это уже твои проблемы все равно из я выползаю на дорогу и не щади меня молва ликует пусть моя душа за все скажу я слава богу мои последние слова мои последние это мой путь храню обеты за собой бдение за собой ну там просто песня то по-другому давай мы говорим с тобой о правильном стихосложении понимаешь что это не последние и первые твои песни ты не обращаешь на такие вещи внимание вот за собой бдение это мой путь храню обеты за собой бдение за собой бдение особое бдение я точно пошел по булыжникам уже подумай над этой строчке чтобы удаление было поменяйся в этом решайте просто все лечится но такие вещи врачи пожалуйста внимание а что у тебя еще есть я могу просто показать так у нас есть текст есть там сейчас донесем нужно еще раз послушаем тебя же интереснее ты хочешь знать мнение о твоих песнях тогда неси текст а нет мы тебя просто пропустим на 3 ты прости да начинается странно мается не успеть время словно выраскается и взлететь что же мы как пни помню только дни что прошли не увидишь в них жизнь и стиль и не жди дайте мне коня поскочу туда где не огни там где первый вдох где меня ждет бог впереди мне но хуже всех вызывал лишь смех от доски выхожу на бег не смыкая бег ты прости продолжается снова лаются за окном скоро видимо развалится этот дом что же мы опять будем воровать воровать уйти а потом сидеть и жалеть голубей дайте мне коня поскочу тогда я прости там где благодать где мария мать будет жить знаю и впереди много похлостей и доски ухожу на бег не смыкая бег ты прости все кончается растворяется все ночи а на сердце тишь радость лишь до лучи все простые дела это кровала и ведь на лучшем путем и добром в отчий дом дайте мне коня поскочу тогда я прости там где благодать где мария мать будет жить знаю впереди много пуглостей и доски выхожу на бег не смык ты прости выхожу на свет не смыкая век дорогой илья сколько тебе лет 26 у тебя семья есть ну теперь да хорошо посмотрю если что-то будешь делать у тебя есть харизму есть талант к сожалению я военным нелегко десантник это 75 98 процентов это верблюд два процента подираем то есть чтобы из этого дела получился конечный продукт надо чтобы когда приходит свои песни кому-то слушать давать да не говорил вот я вот вы знаете вот я вот тут у меня зачесалось тут у меня нечислил зачесалось я вот думал так и думал не так ну давайте я вам спою берешь и поешь ты заставишь пистолет и стреляешь а ты а если достать пистолет размахивать им в воздухе вы знаете я сейчас наверное стрельну а может не стрельну ой патроны какие-то нити его идентичники давайте потом бах то есть это все должно остаться там потому что к сожалению мы живем в мире где никто никого не жалеет никто никому ничего не должен и самое главное что никто не пей ничего не будет объяснять два варианта либо тебя зовут ты поешь либо ты сидишь дома и смотришь телевизор я тебе говорю это по дружески потому что тебе это никто другой говорить не будет может махать издалека то есть вот эта вся черновая работа она должна быть раз тексте и второй момент что если ты выходишь к микрофону это вот последнее это последняя инстанция твоей жизни и все ненужные вещи которые можно не делать делать не надо вот тогда он она пойдет я бы приглашать нарато слава девочки к сожалению по другому не будет не боишься вот а нас сейчас тем более нам интересно мне интересно это как военному в той точке зрения что война информационная культурная война которая сейчас идет она состоит в том что количество людей которые пишут стихи на русском языке катастрофически снижается вот и нам для обеспечения обороноспособности страны надо обеспечить обратную тенденцию чтобы люди пели на русском языке читали на русском языке писали на русском языке вот иначе все начинается со слов вот тогда то есть мы все воины в этой войне хотите вы этого или нет нравится вам стрелять или не нравится не важно то есть ваши песни должны стрелять и убивать наповал девочек мальчиков дедушек бабушек профессионалов любителей так чтобы они были вот это да вот как он вот вчера как выступили мне очень понравилось то есть харизма есть то есть разбег замечательный толчок замечательный полет прекрасный а сколько там принудленно улетел вот общего такого характера по желанию все подорожено по-моему все или в принципе в принципе рынок есть достаточно большой фестивали проводится около 400 в году вы со своей харизмой можете там себе обеспечить нормальную жизнь и в смысле как бы это самое только надо очень жестко к себе относиться что я написал? раз переписал на следующий не поднял опять переписал на следующий не поднял опять переписал и вот так недельки полторы один текст вот вот сейчас тебе хочется вот я там вылетает сейчас а потом хотеться перестанет и это все раз и ушло туда на себя вот ну где нас извините что я так много говорю да все по делу говоришь сладкая правда сладкая правда сладкая правда сладкая правда и сладкая правда ну остановимся все таки на том что писать надо тебе ну ну понимаешь все кончается растворяется все в ночи а на сердце тишь радость лишь лучи лучи все все бросает дела и идем радужным лучом добром лучом и добром лучи дом ну неважно чем путем или добром присутствие вот этих и и когда будешь петь да у тебя хорошо по музыке сделано и там отличается от следующего слова да вот акцентируем все таки и разделяем и идем вот эти вот у тебя сама построение самой фразы оно очень спорно по грамматическому построению стиха но ты вот у тебя это по всей песне идет и это хорошо это находка которая у тебя понимаешь но обязательно не забывайте ему акцентировать это музыкой и тебе тебе особенно он то литм задает и понятно тебе а вот ты музыкально вот эти места я сейчас прочитаю тебе начинается странно дальше мать начинается странно мается начинается странно мается не успеть что значит странно мается ну странно мне странно но я маюсь хотя мне странно что я маюсь вот ты сказал сейчас правильно по-русски сказал слова а вот начинается странно мается не успеть представляешь теряется содержание слова только лишь из-за того что ты сократил фразу, убрал странно, совершенно поставил в такую позу, что оно не читается как странно мается, понимаешь? А у тебя странно мается, это мается, можно по-всякому, но не странно. Идет мужик, и как-то он странно мается. А здесь странно мается, что делать? Вот надо этой формой поработать можно. Время словно бы раскаяться и взлететь. Время словно бы раскаяться. Понимаешь, как это словно бы раскаяться? Надо бы там раскаяться или как, понимаешь? Но это разные вещи. А у тебя словно бы раскаяться. Как словно? Понимаешь? Словно вот где оно лежит, рядом с раскаяться. Видимо, как бы время пришло. Да, как бы. Но об этом надо сказать правильно. А у тебя сказано время словно бы раскаяться. Вот словно чешется, по-другому произнести. Пора бы раскаяться. Время, по-другому произнести. Но как-то надо поработать по размеру стиха. Но само слово вот здесь, вот два-три слова, которые полностью засоряют все остальные слова, из которых состоит песня. Это слова такие случайные, взятые или для лифмы, или для размера. Понимаешь? Вот над этим... Это уж теперь оставляй как есть. Тебе уже заучено все, так что... Но на будущее помнишь, что вот такие случайные слова, если будут встречаться, старайся от них избавиться, чтобы каждое предложение было неслово-смысловое содержание, правильно высказанное. Вот я тебе сейчас прочитал, там, странно маяться не успеть, да? А ты мне совершенно по-другому, по-русски сказал. Что такое странно, понимаешь? Совершенно двумя словами другими сказал. Но я все понял. А это то, что у тебя написано, и то, что ты поешь, понимается именно так. С то, что ты уже наворачиваешь только для того, чтобы закрыть размер строки. Ну и, конечно, лифмутом, при шпиндуре туда получше. Более серьезно относись к таким вещам. Дальше смотрю. У тебя дается мне... Дайте мне коня, поскочу. Чудо. Нет, поскочу туда. Поскочу туда. А, я у тебя такой... Дайте мне коня, поскочу туда, где огни. Великолепно сказано. Там, где первый вдох, где меня ждет Бог впереди. Нормально. Не был хуже всех, вызывал лишь смех. От тоски ухожу навек, не смыкая век. Ты прости, ты прости. Тут ни к чему не придержишься, все хорошо сказано, русским языком, все нормально. И поете вы... Оставленные поэты по песне, музыкальные. Хорошо. Ты, чем хорош, ты музыкально подчеркнул все свои огрехи вот эти, превратил их в достоинство, понимаешь? Построение строки. Дальше. Продолжается снова... Лаются за окном. Вот. Продолжается. Снова лаются за окном. Ты эту строку пропеваешь, без акцента на что-то, понимаешь? А ты сделай все-таки. Продолжается. Снова лаются за окном. Поставь здесь запятую, а может быть и точку даже. А ты поешь круголя, прямо под ритмом. Продолжается снова лаются за окном, понимаешь? Более отнесись к выражению текста более бережливо. Ты же задумал, ты ведь, чтобы сначала прозвучать, а продолжается, да? А продолжается. Снова лаются за окном. Вот эти дела, они тебе не помешают в музыкальном исполнении. Но ты их немножко акцентируй, вот эти слова, понимаешь? Скоро, видимо, развалится. Скоро, видимо, развалится этот дом. Что же мы опять будем воровать у людей? А потом сидеть и жалеть голубей. Ну, лучше не скажешь. У тебя хорошо все это сказано. Тут никуда не денешься. Все кончается, растворяется, все в ночи. А на сердце лишь, радость лишь и лучи. Тишь? И где радость, а где тишь? Почему тебя радость лишь? Прочитай мне эту строчку. А на сердце тишь, радость лишь и лучи. Вот тоже к разговору о том, как произнести это правильно. Понимаешь, так же, как перед этим мы с тобой разбирались, здесь тоже разбились с этим делом. Не читать его, не загоняй в одну строку. Тут два предложения. А на сердце тишь. Все, точку поставил, ты должен субцентироваться. Радость лишь и лучи. Понимаешь? И совсем по-другому все люди поймут то, что ты хочешь сказать. А ты загоняешь в ритмику и проглатываешь вот эти сочные твои вот эти образы, они сливаются в скороговорку. Эта песня не должна быть у тебя скороговоркой. Ты должен каждое слово до меня донести. А есть что доносить. Великолепно написанная вещь, понимаешь? Так что ты вот, мы тебя пропустим на третий тур, с этой песней, да? Да. И поработайте, ребята, вот именно на том. Выйдите из этого автоматизма, из ритмики, которая тебе слова забивает, понимаешь? Вот ты с выражением как бы пропой. Не бойся, что ты где-то тише будешь играть, где-то затянешь паузу музыкальную, понимаешь? А ничего страшного не будет. А ты в одну ритмику в автомат загнал все это в бойму и шпагришь. Вот поиграйся вот так перед тем, как идти на третий тур. Мы вас впустим с этой песенкой на третий тур. А вы вот поработайте на этом. А так все нормально будет. Это не так. Это такая слоя песня, да? Да, да. А, ну, хорошо. Спасибо. А это у тебя последний, последний глава. Я там сейчас репетировал, но мне больше уверенность в песне, я уверенно исполняю этот плацкартный вагон. Вот как бы можете, там вы написали, всякое бывает. А если плацкартный вагон, я так просто поувереннее ее сам исполняю. А я для этого, кто у нас? Димков, вот я. Михаил, все это бывает. И что ты хочешь? А плацкартный вагон, я просто как поувереннее играю. Посмотрите, скажите, как вы, чтобы вы посоветовали. Ну, они оба. Мы же тебе сам правом сказать, что ты выбираешь. Ну, я вот не знаю, сам правом. Мы же тебе сказали, хочешь что сказать? Да, я просто поувереннее ее играю, просто поувереннее. Ну, смотрите, ставим класс, как не могу. Просто я сейчас попробовал, и вот мне как-то она поувереннее идет. Записали класс, вот как не могу. Спасибо. Я пробую, а ну... Давай, давай. Я к вопросу о том, что не служил, но так как работают в полигонном отделе, там, в том числе, Новоземельский ядерный полигон, то есть, всегда готов к командировке. Да, это да, это ничего страшного. Видимо, оттуда. У вас, самое, хорошо все с этими делами, а вы очень хорошие меня отписали. Да, зачем мы Вашурин это пропустили? Кого? Кригорь Вашурин был у нас. Дай мне, что здесь будет. Вашурин? День Победы. Вашурин День Победы, да? Да, по-моему. Сейчас, по-моему. Сейчас, по-моему. Сейчас, по-моему. День Победы. Блядь, сейчас возьмите. День Победы, да? День Победы. Северс Один и десять Да я дополнительно записываю Да Один и дикаж Один и дикаж Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь, девять, десять Полиповский Орлова Санин Верковский Бойков